Здравствуйте, дорогие друзья! Пока что вы видите только мое плечо, но сейчас вы видите картину целиком. Господи Иисусе, спаси, сохрани, помилуй. Если вы не знаете, что это такое, то мы тоже не знаем, что это такое. Короче, ребята, сегодня мы с Лианой поехали в два салона красоты, в дорогой и в дешевой. И вот как все было. Мы с Лианой сегодня поехали, я в дорогой, а она в дешевый салон красоты, чтобы сделать себе вот такой вот образ Дины Саевой. Честно говоря, я даже не ожидала такой жести, какая произойдет. Проблемы начались сразу и у меня, и у нее. Салон, куда я еду, располагается в очень хорошем месте. Вот там вот, если видите, уже Кремль. В целом хочется верить, что в таком хорошем салоне и в таком прекрасном расположении должно быть все нормально. Здрасте. Здесь прикол, потому что не сказать, что припаркуют, но в итоге проблемы с машинами. Потому что чувак не может выехать, сзади меня приперла еще одна машина. С правой стороны от меня еще одна машина, спереди от меня машина. Никто не может проехать. Чувак, я никак не выйду оттуда. Здрасте. Да, здравствуйте. Я к вам на... Ну, как, присядьте, еще машина не объедет. Хорошо. Да, если можно, подпись, пожалуйста. Песня, которая играет обстановка по кайфу и кольцевая лампа. У меня, кстати, мастер опоздала. У меня опоздала мастер. Я это очень сильно на это разозлилась, потому что я не люблю, когда опаздываю. А, мастеру нет, да, пока на месте. А, я она еще не пришла. Ну, тут, конечно, плохо. Надеюсь, что он действительно не больше, чем на 10 минут опоздает. Если не любят, когда опаздывают. Очень не любят, когда опаздывают. Очень не любят. А, Лиана любит опаздывать. У нас есть кое-какие проблемы в этом, но мы справляемся. Ну что, мы с вами, как обычно, столкнулись с первыми трудностями. Как найти... Сейчас будем искать. Извините, а вы не знаете, это садовническая 14-3-2? Нет, это садовническая 9. Все, супер. Спасибо огромное. Хорошего дня вам. Ну, пойдемте искать. Ну, как это открыть? Пока. Я попыталась подолбиться в какой-то отель. Ничего не вышло. Я вот обожаю эти квесты на морозе. Просто... Да сами, они квесты. Моя любимая. Я не знаю, что это значит. Обратительно. Господи, вот просто прошла секунда. Я уже успела нарваться на кольке. У меня такого одного мужика. Просто зашла в подъезд. Там было все навалено. Ну, я выбегаю. Такая, ой, не туда, извините. Он такой, дверь-то, может, можно было закрыть? Я говорю, простите, пожалуйста. Говорю, ужас. Как я посмела дверь-то не закрыть? Все, я сдаюсь. Я никогда это не найду. Ну, реально, это какая-то жесть. Я прошла весь дом. И тут, ну, везде, типа, ничего нету. Ну, как бы вот такие подъезды. У меня ужасное ощущение, что я приехала мне туда, куда нужно. У меня кончилось. С деньгами на телефон не могу даже позвонить. Ацкие холоды на улице. А мне почему-то салон даже не звонит. Я опоздала уже на грёбаных полчаса, наверное. О, чудо просто. Я зашла, и девушка думала мне позвонить. Я попросила подругу положить мне дилет на телефон. Сейчас буду искать салон. Знаете, у меня еще есть опасения, что я приехала не туда. Если я еще и приехала не туда, то все. То я победитель сегодняшнего дня. Кто дебил? Я дебил. Знаете, куда я приехала? Я приехала по адресу в Лисин салон. Но тянет меня в дорогой. Ну, что я могу поделать? А за то, что у меня не было денег на телефоне, я даже не могла перепроверить адрес. Я еще думаю, у меня же меньше было ехать. Почему так долго? Я все напутала. Короче, сейчас поеду в свой дешевый салон, вызову еще раз такси. Ой, я дура, 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 дура. Я просто очень хотела опять в дорогое видео. И такая, ну вот схитро жоплю. Приеду, не что. А там уже это сидит без опозданий. Пока мастера нет, давайте посмотрим салон. Все достаточно красиво, много прикольных штук. И все нацелено на то, чтобы после приема ты мог взять и сфоткаться. Кстати, у вас были случаи, когда мастер хочет сфоткать результат, а вы не хотите. Вот, как вы отказываете? Я просто никогда не хочу, но меня всегда так раздражает, прям пипец. Туалет в этом салоне выглядит вот так. В принципе, здесь все нормально. Есть инвектор, есть даже на случай необходимости средства женской. Я думаю, понимаешь, о чем он говорил. Ну, в целом, типа, просто и со вкусом ничего не скажешь нормально. Тетя из голодных игроков. Проблема в том, что мой мастер опаздывал. Я ненавижу, когда опаздывают. Тем более, опаздывают на услугу, на которую я пришла к своему времени. Это, блин, ужасно непрофессионально. Я даже с учетом инцидента на парковке в салон пришла вовремя. А мастер задержался в итоге минут на 20. А вы еще парики укладываете или это у вас просто тут? Нет, это для того, чтобы вы примерите, примерно какой оттенок вам подходит. О, прикольно. Конкретно сейчас должны были взять меня уже на запись и начать красить. Но пока мастера еще все еще нет. Я сижу, пью кофе, общаюсь с медведями и париками. Вот, и надеюсь, что моя версия не сильно опоздать, потому что время у меня ограничено. А, да, здрасте. Можно, да? Хорошо, иду. Скажите, пожалуйста, а вы записывались на учебском банк? Не знаю, это не я записывалась, меня менеджер записывал. Большое цитут, что у нас все папи девушки в виде макияж. Но мы правильно макияж делали, потому что у нас вот... Это это, да? Да, да, мы все правильно делаем, это мой макияж. Транно, очень-очень, я делаю еще одна идет на час. Я думаю, она записана, а девушка уже сидит на макияже записана. Может, мы в верхнем пути? Не знаю, но сейчас придет, разберем. Но это макияж точно мой, да, это мой макияж, да, да, все правильно. Я бы не стала делать уже макияж себе. Вот о чем мы говорили в начале видео, то, что Леона постоянно опаздывает. В этот момент, конечно, у меня даже мысли не было, что это может быть даже в теории она, поэтому я просто офигела и подумала, блин, сейчас какая-нибудь бабца придет и будет мешаться мне, и придется объяснять, что это моя запись, мой час, мой макияж. Ну что, первый плюс моему салону, вот за что я люблю дешевые салоны, это то, что милые, добрые, прекрасные администраторы. Мне позвонили, спрашивают, вы не можете нас найти? Я говорю, я тут просто адрес перепутала, потому что я дебил. Мне говорят, ну ничего, там у нас может сейчас запись, сейчас что-нибудь решим, не переживайте, со всеми бывает, это мило. Здравствуйте! 17 минут доехать нам показывает. Здравствуйте! Пожалуйста, наденьте маску и перчатки. Это важно для всех, кто в машине. Я пришла в салон, меня попросили подождать 15 минут, но это абсолютно нормально, напомним, что я опоздала очень сильно. Мне предложили кофе или чай, я выбрала чай, очень удивилась. Давайте быстро прибежимся по моему салону, посмотрим его. В целом все абсолютно чисто и очень хорошо. Единственное, что было заметно, был грязный столик, но, видимо, эти пятна, они как бы уже не отмываются. И было много карандашей, то есть было в целом такое ощущение, но не суперчистое, не стерильной какой-то чистоты. Но все при этом были хорошие палетки. Я не знаю, оригиналы или нет, но как обычно девушка такая, я это все в Америке покупала. Самый основной вообще вопросный момент у меня был, это на тему брендов, которые меня будут красить, потому что я думала, что будет какого-то среднего сегмента, потому что, ну, в целом очень мало кто работает именно на люксе, на люксе. Блин, надеюсь, этих цветов розовых хватит, чтобы сделать макияж хороший, вот то, что нужно. А у вас еще палетки нет? Я просто смотрю, надеюсь, нам хватит для вот этого вот розового макияжа, что только один цвет. Хватит. Хватит, да, нормально будет? Потому что вот эти, они тоже ложатся на подложку розовую. Видите, да, он не совсем красный. А затем менее с диваном фиолетом. Тоником, да, проходимся? Он, наверное, более стойкий, да, нужно будет сделать, чтобы хорошо было? Ну, более плотный. Да, да, да. Не, я не против этого, я полностью вам доверяю, я просто спрашиваю неинтересно, не более того. Как вы видите, мой мастер не особо разговорчивый, не особо пытается мне что-либо рассказать или объяснить, поэтому я всеми силами все время просто буквально пытаюсь хоть что-то из нее выцепить, чтобы вам было интересно смотреть и нам интересно делать проверку. Гирьян, да? Угу. Позапога поняла. А он без базы норм, да, наносится? На него не нужна база? Он без базы и по куду. У вас кожа не сухая, то есть у нас сухую кожу, то можно еще с базой наносить. Слушайте, а не желтый, вам не кажется? Что смотрю прям через камеру, как будто вообще... Нет, он не желтый. Он не желтый? Нормально, да? Не хотелось бы быть желтой. Нет, он не будет желтый. Закрывайся глазом. Мне такая смешная. Змакияживался мужик. Ничего себе. Сейчас будет все нормально, да? Да. Мы периодически вам тут цвета покажем, мы вместе с вами выберем. Хорошо. Потом сто раз на переделку. Я не хочу такой, я тебе хочу другой. Да. Нет, я вам доверяю. Да вот, нам главное, чтобы было подвижено на фотографии. Хочет быть этажа лучше. Это супер. И я еще очень ждала, что до меня обязательно докопаются, что я снимаю. Потому что я снимала буквально вот так, то есть я вообще не скрывала, что я снимаю. А ты что-то сказала по этому поводу? Нет. Мне кажется, они после всех этих трэш-обзоров, куча просто видео на ютубе, они все готовы. У меня была целая история, что мы собираемся с сюрпризом подружки, она невеста, мы все делаем один макияж, потом едем на фотосессию. У нас подруга выходит замуж, и мы с девочками решили сделать сюрприз. Мы в пятером поехали одновременно на макияж, чтобы мы сделали одинаковый макияж сегодня. Потом мы поедем на фотосессию, ее туда друг привезет с сюрпризом, и у нас будет такая фотосессия девичника. Фиолетовый, можно добавить чуть-чуть? Ой, блестки, это очень красиво, я обожаю блестки. Просто так неловко снимать, я никогда этого не делала, я не такие, нет, снимай. Я говорю, да как? Я еще им сразу сказала, я говорю, если мастер будет просить, я ничего снимать не буду. Они говорят, да, тихонечко, я говорю, нет, я не буду. Да, я вот не понимаю, почему. Это, наверное, просит, закрываем. Нельзя, да, уходить, у которых либо какие-то комплексы, либо они плохо делают и боятся, что косяки будут. По идее логично, да, потому что если, ну, ни за что не переживаешь, то как бы все остается. Да, но бывают, наверное, просто еще люди, которые не любят, хотя их же не снимают, тоже непонятно. Нет, ты хочешь, не хочешь, ты в этой серии, ты должна ее любить, это твоя работа, это твоя поддержка. Какая красивая палетка, мягкая. Да, а ты еще из Америки, ты тут вообще ничего не покупаешь, там все фотосессии. Палетка тут еще 15 тысяч, там можно 50 долларов. Покупают это по скидке, как бы. Только просто капец. Я прям... Оно это... Ничего страшного? Очень красивое все. Это знаете, такой девчачий рай, вот чисто девчачий рай, вот просто столбик. Это и более такой вечерный, премьерный. Чешется прям? Да, да, прям вот чесается начинать. Почему сначала я думала, может, у меня какие-то тени старые, плохие. Вот, но потом я поняла, что дело вообще не в стенях, а именно в кисти. Нет, это мало вероятно. Это мало вероятно, да? Да, конечно. А сколько у вас, кстати, обычно такой макияж занимает? Ну, вот сам Макс? По времени? Угу. А, максимум нет, смотря, что нужно. Ну, можно бесконечно доделать. Ну, как бы, да. Ну, кисти, когда красят, очень больно. То есть, не знаю, либо, может быть, материал искусственный, кисточек, либо что. Как мыться, все додим фиксировать, все проще каждого клиента. Ну, это обязательно. Мастера не была супер разговорчивой, но у меня сложилось впечатление, что она меня узнала, потому что в какой-то момент под конец она просто уже не выдержала, такая, она уже блогер, да, я такая, тикток снимаю. Я стала делать вид, что я тиктокер. Тиктокер, настроение. Типа, давай, что я тиктокер. Я не знаю, я правда не знаю, повелась она или нет, но вам, кто будет смотреть видео, будет понятнее, поэтому скажите, что вы думаете, меня реально узнали или нет. А вы с тиктоковскими стрелками уже приходили? Вы знаете, что такое? Нет. Ой, я вам потом покажу. Это, короче, такая стрелка, которая очень огромная, она вот так вот рисуется, вот так вот, и здесь еще вниз тоже вот так вот уходит, как паучьи лапы. Не приходили еще, да? Делаем макияж Дины Саевой, вот, красиво, но все равно не так, как Дина Саева. По продуктам, что получается, реально грязь. Ну да, каша получается, да, так и есть, и пятна какие-то. Вот так оно и есть. Какая-то фигня, надеюсь, у вас хорошо получится. Форму простраиваем темными и белыми выделяем те части, которые должны быть объемными, чтобы у вас казался больше. Было очень странно, что мастер, вместо того, как делала мне макияж, раз пять точно сказала про то, что она постоянно моет кисти. Кажется, она поняла, что я снимаю не просто так, а для ютуб-канала. Чисто для работы это невозможно после клиента еще украсить. Цвета смешиваются? Конечно. Вообще не уходят эти, пока не помоешь. Это моем специальному средству, не могу избавиться от этого. Это он просто мылом моем. Это вам очень повезло, что никаких пафосных девушек не приходило, которые... Так, мне пожалуйста, вот это лабукинка россиян. Ну, хорошо, он просит. А они еще плохо себя ведут порой. Да, хотят учиться тебе, говорю, так, я училась, как бы я мастер, я буду спокойно сидеть, я делаю свое дело, либо... А как учатся, в плане как тени наносить лучше? Это не так дело. А, да? Вот это вот на тени. Прикольно. Это еще стрелки, да, вот сейчас внизу еще тут выровнем, так подчеркнуть, все закрываем. Все хорошо. Извините, небольшой монтажный автоп. Вот именно это то, о чем я говорила. Посмотрите на эти ужасные стрелки, которые мне нарисовали. Стрелки, это, конечно, всегда стресс. Тут ничего не скажешь. Я и стрелки, это тяжелый случай. Это именно то, о чем я жалуюсь в моем видео, где я рассказывала, как рисовать как раз-таки вот эти вот крутые стрелки, о которых мы все с вами уже обсудили и поговорили. Так вот, именно вот в этом проблема у меня всегда визажисты, стилисты, неважно, съемки это или вот в салоне красоты мы всегда рисовали на глазах не стрелку, а какую-то дичь. Я не понимаю, почему профессионалы не умеют рисовать стрелку. Это понимаю, но поверьте, я понимаю не больше, чем вы от этой хронологии, потому что все очень странно. На воскресенье такая запись. Андрей придет? Нет, нет. Хочу принести свой порядок. Все, закрываем, рисуем цвет. Потом еще цвета добавим, да, для яркости? Да, для яркости. Когда мне начали рисовать стрелки, я удивилась, потому что макияж показался мне довольно бледным. И обычно сначала уже делаю достаточную яркость, а потом уже стрелку, нет? Но мастер сказал, что добавить яркость после стрелки не будет проблемой, но было очевидно, что она явно не в восторге от того, что я корректирую то, как она делает. Да, 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 вот сейчас поярче стало. Корректирует? Угу. Угу. Звук такой. Очень интересно. Да, такой, как будто бы телефон звонит, но при этом не телефон. Я на белорусской в салоне так заработала. Угу. Там рядом всякие, ну, здания госструктур, судебные приставы, там всякое такое. Серьезные такие, да? Да. И вот каждые там праздники, после праздников и так постоянно все ходили. Кто синяки, замазал? Дядьки, да, приходили? Серьезно, прикольно. После типа корпоратива всяких вот этих вот мероприятий. Мне причем не наносили ни консилер. А, да не из консилера? Да, мне нанесли... Скоро, а мне не наносили? Да, 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 мне нанесли только тональник. Причем обычно я привыкла, приходишь, тебя красит. Особенно если мастер армянка, это не расизм, но просто такая особенность мастеров армянок, что они наносят такой тон, что прям вот три слоя. Как гуару чила. Да, 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 как гуару чила. А нет, мне нанесли просто один слой тональника и все. Когда мне наносили тон, у меня было такое чувство, что шпуклюет стену. Реально, она так растягивала кожу вниз, что казалось, что с меня снимают скальп. Я не знаю, сколько раз пробовала, у меня получается какая-то оранжевая просто полоса. А, значит у вас средство нехорошее. Можно. Ну, в плане коричневая, коричневая, не оранжевая. Я вот, кажется, думала, как раз мне уже год, думала пойти на уроки. А вы кремообразную делаете? Сухая, сухая у меня. Вот, да, сухой вам. Вообще сухой правильно, потому что оно не, ну, как сказать, такой легкий, да, нету эффекта грима. Многие жидким пользуются, потом как пятна становятся. То есть кому как. Бывает лицо, которое хорошо реагирует, бывает, что нет. Брови мне в целом вообще не красили. Да, я только хотела спросить, а что с твоими бровями, почему они не накрашены. Да, мне их просто уложили прозрачным гелем, но в целом у меня они черные, активные довольно. Поэтому у меня в целом ок, когда их не красят. Плюс еще макияж довольно яркий, поэтому мы решили не красить. У меня брови как у той собаки. У какой собаки? У той собаки с нарисованными бровями. Вот эта мышь. У вас глаза? Нет такого ощущения. Чего? Музыка? А, да не. Форма глаз просто другая. Форма глаз, да. А, вы спрашиваете, я думала, вы хотите у меня спросить, не лучше ли я сама тебя крашу? Такой, типа, вопрос с другим. А, про девчулю-то? Ну, он такой более кукольный получается, а у нее... Он более такой, более сексуальный, как по-моему, а там более вульгарный. Вот эта вот штучка не очень хорошо растушевана. Не знаю, почему она вспомнила про лайфхак из ТикТока, где берешь клей для ресниц, клеишь его сюда и приклеиваешь губу. Нам только брови, да, осталось сделать? Хорошо. За 15 минут успеем? Какой-то макияж получается. Выглядит просто потрясающе, как мне кажется. Осталось сделать брови. И можно ехать покорять единочку Саева в ТикТоке. Рассказывала какие-то советы. В целом, я со многим не согласна. В частности, я не согласна с тем, как нарисовали мне брови. Но брови это, как бы, я не буду даже комментировать. Зашла взять себе кофе. И мне, мягко говоря, неловко с таким макияжем ходить, потому что это очень странно. А, просто посмотрите, что это такое? Что это? Как с таким можно ходить? Ужасно. Я не могу просто держать. Это ужасно. Что мне все это? Что это? Кто этот человек? Почему ему 50 лет? Почему ему стало 50? Ну, конечно, если я бы делала себе абсолютно такой же макияж, я бы повторила его по-другому. Просто максимально по-другому. Было бы, кстати, интересно, мне кажется, в каком-то из видео, чтобы... Может быть, это уже не так, но чтобы тебя накрасил визажист, а потом ты этот же макияж сделала бы сама. Я хотела такое снять, я такое обязательно сниму. Мне кажется, это тоже прикольная идея. У тебя, мне кажется, если сравнивать с оригиналом, больше похоже на оригинал, чем у меня. Ну, у тебя на оригинал в принципе не похоже. В принципе не похоже. У тебя нижняя вот эта вот зона... Прокрашена. Да, прокрашена. Вот, у тебя потом внизу тоже какое-то подобие смоки сделано. Черненькие еще, да. Да, черненькие. У тебя брови не обработали, хотя у нее, очевидно, графичные брови. И цвет помады тебе подбирали под тени, а у нее перси. Ну, губы-то, губы-то, конечно, восторг просто. Да, да, да. А у тебя губы такие? У меня такие были, но, возможно, они стерлись, потому что меня обычным маковским блеском намазали, и логично, что он ушел. А, я поняла. Твой макияж мне больше нравится. Мне этого больше нравится. Тебе мой больше нравится? Мне мой, но он слишком... Почему я похожа на 50-летнюю Долину, или я не знаю, на Боже, на Гутину, на Гутину? Конечно, кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. А-а-а-а-а, кончайте. Я думаю, проблема в том, что мы не привыкли обе видеть в себя свои лица с таким макияжем, и поэтому ты в целом воспринимаешь меня лучше, чем себя, потому что у тебя критичное мышление у меня, и я воспринимаю тебя лучше, чем себя. А вы что думаете, у кого лучше? У кого лучше, макияж. Вот если представить, что, опять же, не отталкивает от цены какой дорогой, какой дешёвый. Ну, слушайте, давайте скажем, что у меня явно бронзер, но это полная жесть. Бронзер твой жесть. У меня много вопросов, какого кочана твой макияж столько, мой столько, при том, что они примерно из одной категории. Да. А вообще мне хочется его смыть. Да, я тебя понимаю. Губы сразу, губы сразу стали. Мои. О-о-о. Я даже думала, что на самом деле лежит так лучше. Честно. А дашь мне корону, пожалуйста, я буду коронованной сегодня. Коронованным макияжем. Поедем сравнивать одинаковые маникюры, делать наращивания в разные салоны красоты. Это билет. Они реально подходили и посмотрели другие мастера. Не хотели, да? Да и получила термо, да? Ну, ничего страшного, будет быть такое, что делать? Нет, это покроет, очень хорошо покроет. А это какой-то другой, да, Тима? Да. Я не образливый человек, но когда на меня плюют слюной, мне странно. Ага. Я сидела. Пока. Пока.